МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трёхпалубный волжский пароход далеко не первого, если не сказать третьего класса, прошёл мимо посёлка Ширяева, где когда-то на склонах Жигулёвских гор живописали три студента во главе с Репиным. Ширяевцы были заинтригованы видом 28 пассажиров в оранжевых хитонах, что приплясывали под стук барабанов на верхней палубе. А, впрочем, кто только нынче не ездит по Воланге-матушке. Стропила нашего будущего сделаны из скребдешина. Вниз по течению Волги перемещается стоп-машина. Выглядывая из омута, ползёт от плёса до плёса. У ней шпили из чёрного дерева и бриллиантовые колёса. Теплоход прошёл, и ширяевцы остались в неведении. А вот всем остальным сразу же следует узнать, что Василий Чапаев был зафрахтован духовной группой пхават-йоги во главе со своим учителем. Впрочем, давайте по порядку. Бхага – это божество, которое воплощает счастье и плодородие, покровительствует свадебным обрядом и эротике. В мифах о Бхаге часто упоминается ладья. Поэтому 28 его адептов и выбрали плавсредство Волжского пароходства, на котором отправились вниз по Волге, орошать блаженством берега Великой реки. Плывущие вниз по Волжскому потоку австралийцы называли себя пхагаватами, то есть благословенными. Народ это был, выражаясь современным языком, достаточно тощий, достаточно сияющий и перемещающийся по палубе достаточно мелкими шажками. Экипажу Василия Чапаева, состоящему по странной случайности, тоже из 28 членов австралийцы нравились. Привезенный турагентством дух бородяжей запас спиртного австралийцам не потребовался и весь пришелся на долю чапаевцев. Всем хватало, потому что по Волжским меркам экипаж пил умеренно. Каждое утро за четверть часа до восхода солнца пхагаваты уже стояли на верхней палубе, на головах, повернув головы в сторону богини утренней зари. А сразу после восхода их духовный гуру в розовой палатке открытой солнцу совершал радостное воссоединение с кем-нибудь из своей паствы. Мне кажется, очень здорово, и до сих пор, что Аксенов вызывает реакцию у людей. Этот рассказ, мне кажется, он вне контекста 90-х свободы существует в реальном времени. То есть в том, что мы сейчас наблюдаем, что сейчас очень много информации, что сейчас вполне возможно мы увидим каких-то кришнаитов, проплывающих на теплоходе. Другое дело, наверное, что... Ну, правда, там тоже такая фишка есть у Аксенова, что в Самаре никто этим кришнаитам особо не удивляется в 90-х. Что все, что можно, они уже как бы видели, самарчане, самарцы, как угодно можно говорить. И поэтому кришнаиты их тоже особо там не впечатляют. У них там свои забавы в этом парке непонятном. Я так понимаю, что это какая-то смесь парка Гагарина и, видимо, струкачей Струковского парка. Больше там играет Аксенов даже языком со знаками. Там постоянные каламбуры. Все на каламбурах строится. Ну, один важный момент, который конкретно с 90-ми, я про них тут немножко отклонился, связан. Да, это, мне кажется, вот ощущение ренессанса. То есть в 90-х повел свободой, и, мне кажется, чуть-чуть и мог бы состояться вот этот страшный русский ренессанс. Потому что лев обнаг, то есть обнаглевший, это фигура совершенно раболезианского пошиба. Это сильно пьющий, сильная даже, да, не питающаяся, а именно пожирающий. Все и вся молодой человек, который еще стремится ко всяким плоским утехам. К тому времени в России начались грандиозные изменения. Международная община пхагаватов с восторгом следила за ними. Еще вчера власти на российском пространстве объявляли их братьев агентами международных разведок. Деструктивные силы, известные под именем ЦКГБ, брали их под стражу. А сегодня ситуация изменилась. Вепрь в араху сошел на почву России. И открылась возможность орошения этой почвы вечно живыми напевами харирамы. Однажды пхагаваты нашли на карте России поселение, именуемое Самарой. Это имя пленило их, ибо Самвара на пхагаватском наречии означала высшее благо. Не были забыты ими и самаритяне, эти носители мира и добра. Противоречие между христианством и их собственной религией пхагаватов не смущало, ибо они полагали библейскую драму частью всеобщей циркуляции. С восторгом пхагаваты узнали о том, что Самары можно достичь по воде. Скольжение пхагаватской ладьи по водной глади очистит берега этой великой русской реки от миазмов рухнувшего коммунизма. А в Самаре они совершат решающее омовение, которое будет способствовать ренессансу этих берегов. Так была найдена ладья в лице теплохода Василия Чапаев, который был хоть и замызганным, но все еще надежным плавсредством. Впрочем, вопросы безопасности мало волновали обхагаватов, которые считали земную безопасность делом смешным. Анекдотическое начало там есть, но мне кажется, это смех. Вот опять же, вряд ли в сторону направленной Самары или провинции, или Чапаева. Это, мне кажется, смех такой всеобъемлющий. Потому что, конечно, там же есть другая сторона, такой стеб над вот этими всеми сектами. Да, вот это, конечно, отражение реальности 90-х. Но опять же, куда деваться, мы до сих пор там с этими сектами пересекаемся. А с другой стороны, он же как раз иронизирует по поводу того, что на Западе творилось. Ну, как там фраза есть про Дерека. У него там сложное какое-то имя, когда он стал просветленным. И там классная есть фраза, что Дереку, когда этот лев ему на палубе, говорит, предложил пивка в жару хлебнуть. А пивка-то Дереку по старой памяти хотелось. Но он собрался там, что-то селся в пузу лотоса, значит, изгнал из себя всякие дурные желания. Поэтому, мне кажется, Аксенов здесь не высмеял как-то там провинциальный какой-то мир. Да, или наоборот западный мир. А в целом и такая всеобъемлющая ирония. А мы возвращаемся на корабль Василия Чапаева, идущий вниз по Волге с пахаговатыми на борту. Надо сказать, что фирма выделила путешественникам переводчика столь же бывалого, сколь и растрепанного по имени Лев Абнанг. И переводчик очень решительно и эффективно начал переводить обращения чапаевцев к жителям берегов, мимо которых они проходили. Дорогие наши братья, наши попутчики на пути к нирване, мы счастливы встретить вас и передать вам откровения великой небесной любви и благодатного мира, и все благословения нашей священной Тримутрти, которых мы достигли благодаря прилежным медитациям и сессиям продолжающегося очищения. «Позвольте нам предположить, что вы присоединитесь к нам в наших песнопениях во славу Харе Кришны, всеобъемлющего защитника вселенской жизни и человеческой расы. Харе Кришна! Харе Рама!» И Лев Абнанг тут же переводит «Привет, братишки-попутчики, мы рады тут с вами потусоваться и передать кое-какие откровения в области всеобщей любви, благотворного мира, ну и так далее». От нашей божественной Тримурти вот тут заминка, впрочем, большой привет. Мы очищаемся, и вы очищаетесь, и нечего ржать, спирт здесь совсем ни при чем. Попляшем, погудим, потрясем костями, в общем, присоединяйтесь. Харе Рама! Матросня охотно пускалась в пляску вместе с пхаговатами, старательно пытаясь выяснить, кто из них мужик, а кто девушка. Бубнили бубны, гремели бубенцы, мрачная индустрия так и непостроенного социализма взирала из-под бровей на эту радостно входящую в экстаз толпу. Матросы нежно поглаживали бритоголовых девушек, впрочем, довольно часто ошибаясь. Пароход мира, мне кажется, вот мира – это как раз гармония должна быть. И вот как этой гармонии достичь, у всех способы совершенно разные. И в какой-то степени, может быть, это даже пароход, плавание, приключения, трип. То есть, так как кришнаиты в своем трипе находятся, бесконечном, состоящем из одних каких-то ритуалов и обрядов, наши, значит, матросы находятся в другом трипе, в алкогольном. Да, и вполне возможно, что им как кривое зеркало, если кришнаиты вообще померещились. То есть, как вариант, это как электричка примерно у венички Рафеева. Вполне возможно. И главное, что каждый в итоге, в финале, все достигают гармонии. То есть, все достигают искомого мира. Поэтому, может быть, корабль даже никуда не плыл или стоял тут, пришвартованный к Самарским берегам. «Скажите, Лев, чье имя носит наш корабль?» – спросил однажды с вами. «Я ловлю в нем отзвуки 18-й главной Пураны. И неудивительно, тотчас ответил Лев. Василий Чапаев – это исторический герой. И в то же время источник хорошего настроения». Бхагаватые просияли. Плыть на ладье, которое носит имя героя, да еще и источника хорошего настроения – это ли несчастье, это ли несчастливый жребий? Они пустились в свои австралийские пляски. А вот Лев Абнанг в этих плясках никогда не участвовал, подчеркивая тем самым, что он технический специалист, отнюдь не единомышленник. И впрямь трудно было представить льва среди очищающихся хагаватов. Не зная умеренности ни в чем, он нажал себе такое пузо, которое не умещалось в джинсы и не втягивалось под ребра при приближении девушек. Ну вот, на этом мы прервем наш рассказ о приключениях чудо-корабля. Ну а сами приключения этим не окончились. И говорят, нет-нет, он все еще появляется возле этих берегов. Механизм его то вращается, то стопорит с устатка. Машина-то появилась не по умыслу, а с недостатка. В голове у нее пляшут царь Соломон с царицей Тамарой. В субботу один мусульманин видел ее под Самарой. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субботров А.Семкин Корректор А.Егорова